Итак, рассказываю про датчик температуры в голове, который помогает нам избежать перегрева двигателя. Часто задают вопрос, куда его ставить, как его ставить и каким образом его вставлять в систему охлаждения. Самым обыкновенным, вот этот датчик вкручен в штатное место, вот видите, в штатное место в голове. Свой старый датчик выкручиваем. Новый, который вы купили на Али, такой как стоит у меня, да, они в принципе одна восьмая резьба получается, потому что она конусная идет практически на всех таких датчиках. Никакие трубки резать вот здесь вот не надо, никакие переходники сюда ставить не надо. В штатном месте в голове нормальным образом этот датчик стоит и показывает правильную температуру. Купил себе индикатор стрелочный, не электронный, самый простой, самый элементарный. У меня еще дополнительно стоит датчик с другой стороны, да, электронный, это я первый раз его покупал. Стоит он у меня вот здесь вот в голове, вот он, да, я его сюда поставил. Вот, эпоксидкой залил, да, тут обыкновенный такой маленький, знаете, пищутка такая. Вот туда в дырочку его вставил, и он у меня там тоже показывает температуру, в принципе, головы. И показывает правильную. Один у меня электронный, второй стрелочный. Вот этот, который здесь, это электронный, этот, который здесь, стрелочный. Сейчас покажу в салоне. Вот этот датчик стрелочный, тот, который стоит в штатном месте в голове. Нормальным образом он туда монтируется и вставляется. Проблем никаких нет. И температуру он показывает такую же, как вот этот датчик, который у меня просто вклеен в голову, да. Вот этот вот датчик. Вот, сейчас показываю, да. Ну, сейчас у меня температуры нет, я потом машину заведу, проедемся. Посмотрим. Вот, оси-си. Видите, да? Сейчас 40 градусов, да? Я вот здесь 40 градусов, мне здесь еще. Вот, видите, он дернулся. И сейчас будет подниматься потихоньку, помаленьку, видите? Поднимаемся чуть-чуть. Здесь 40,6 температура двигателя. И здесь температура двигателя, ну, практически тоже 40 с копейками. Сейчас будет потихоньку подниматься температура. Работают эти оба датчика, в принципе, корректно. Разница в температуре буквально там 1-2 градуса. У них погрешность, что у этого датчика, что у этого датчика. Вот. Здесь вообще питание подавать не надо. Он одноконтактный идет. Этот датчик, видите? Вон, один контакт на нем. Вот. Просто тупо его в линию включаем и все. Туда подаем плюс. Вот. И он нормальным образом работает и показывает вас температуру. Сколько не ездил, сколько не смотрел. У меня штатная температура двигателя. Не знаю, у кого как. У меня на прогретом двигателе оба датчика показывают 88-90 градусов. Я не знаю, почему. Вот у других, например, показывает там 86-85. На моем двигателе штатная рабочая температура. Сколько бы я не ездил, я уже два года на этих датчиках езжу, наблюдаю и смотрю. 90-88-90-92 градуса. Да, у меня поднималась температура двигателя до 100-105 градусов. Когда там едешь, там долго, надо, например, на 120 километрах в час, то температура двигателя поднимается до 105. Ездил в горы, да, поднимался, затяжные подъемы были у меня, но температура больше 105 градусов не поднималась. А, самое интересное еще рассказываю. Опять же, в том году, по совету Гриши моторщика, снимал вязкомуфту, да, с радиатора охлаждения. Рассказываю. Температура двигателя, если у нас после, ниже нуля, да, температура, ну, зима начинается ниже нуля, температура двигателя тоже самое, стоит колом, даже без вязкомуфты. Поэтому, кто боится снимать ее, кто боится, что она там не работает зимой, зимой нашему двигателю насрать. На то, что нет вязкомуфты. Нормальным образом температура там минус 3, минус 5, минус 10, двигатель нагревается 90, 85, 88, 90 градусов. Он держит прекрасно. Ну, там бывает, что больше там, да, когда там разгоняешься. Вот, я никакие картонки сюда не ставлю. Да, у нас климат такой, что у нас зимой-то бывает минус 20, блядь, пару раз всего в нашем Санкт-Петербурге. Поэтому, ребят, у кого там минус 10, минус, да, снимайте нафиг, тормозите вязкомуфту. Не будет у вас расхолаживаться двигатель, например, где-то в пробках, где-то вот, если у вас там где-то вы живете, там, в Центральной России, там, да, где у вас температура постоянно минус 10. То есть, возьмите, просто снимите эту вязкомуфту, и все. Ну, и, соответственно, это что? Производная какая-то, все правильно, это экономия топлива. Хоть чуть-чуть, хоть маленько, хоть там 200 грамм, 300 грамм, да, на километр, ну, не километр, на десятку, там, на двадцатку километров. Но все равно она будет по-любому. Поэтому рекомендую ставить датчики температуры, следить за температурой, убирать зимой вязкомуфту, и все у вас будет хорошо. Наш датчик показывает, всегда показывает погоду. Не верьте нахрен этому датчику. Все, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал. Как будет какое-то свежее видео, я вам его покажу.